друзья всем привет ну что начинаем наш новый влог с киева я сейчас иду в ресторан к марьяне буду помогать готовить обеды и пока отвечу на ваши комментарии потому что все так идет быстро-быстро значить катюха сегодня осталась дома я одна буду идти там дома есть что делать пусть делает вот периодически задувает ветер поэтому останавливаюсь смысле сбилась себя поймала на той мысли что я даже не помню что было вчера вчера было очень много всего интересного вчера это вроде бы было сто лет назад все бегом бегом сейчас я уже прибежала ресторанчик так сейчас пока привезут картошку буду чистить с вами наконец-то поговорю значит как я уезжала на вокзал приехала ночью и что меня знаете порадовала то что люди которые выходили с этого поезда на который я садилась потом заходила в зал патрульная полиция нет не с того поезда с другого это перепутала там несколько поездов было я же говорю сейчас все так вот идет сумбурно не помню что было полчаса назад а это же комендантский час и они спрашивали кто куда и не отвозили это в нашем городе потом я приехала сюда тоже еще был комендантский час я позвонила катюшки сейчас сейчас моряшка сейчас бегу мая хорошая и патрульная полиция борисполь бесплатно довезла меня до кати значите с кем наш папа папа с русланом это брат моего мужа где мой муж мой муж сейчас не в киеве дальше была удивлена знаете чем вчера уже с катюхой выходили чтобы идти сюда консьерж говорит тут привезли мясо если хотите возьмите себе в киеве вот так вот просто привозят какие-то продукты добрые люди я не знаю кто это что это оставляют у консьержа и говорит сейчас такое время я возьмите я говорю вы знаете может быть им кто-то нуждающийся больше чем я говорю пусть возьмут говорю нам не надо все побежала чистить картошку если что-то вспомню по ходу буду рассказывать ух идем-дем быстро 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 вам не показать но марьяна сама и хлеб печет хозяюшка скажи давай пока у кого путем будем против ваты но я пошла картошку чистить так что у нас тут картофель борщ соус будет со сливками крылья так круассаны сегодня там тоже допекаются сметанку по фасовали для тех кто будет с собой брать ну а крылья вот вот крылья компотик я уже показывал ну вот так вот каждый день пытаемся чтобы это было и разнообразно еще мои дорогенькие я вам дуже вдячна за те что те кто откликнулась кто 10 гривен до 20 до 50 хоть 100 даже купить и ту же сметану огромное вам спасибо реально вместе мы с вами сила спасибо вам огромное я не ожидала марьяна васильевна говорит да были деньги спасибо всем огромное скоро будем уже открывать кормить как-то так проходят наши есть время немножко посидеть и отвечу на следующий комментарий который меня спрашивали надо вот так вот наверно чтобы меня лучше было видно по поводу трагедии в буче говорят мне даже слов нет как это выразить вообще таня это фейк и так далее и тому подобное для тех кто это пишет я не ожидала те кто пишут меня уже давно смотрит те кто вам сказали про бучу что это фейк верьте им дальше я никому ничего не буду говорить потому что у меня это канал про мою жизнь не то как я живу но знаете одно что когда те кто вам сказали что в буче это фейк они вам скажут что ваша жизнь это фейк и вы им поверите подобные комментарии я удалила от ларисы я этого не ожидала которая смотрит меня давно вообще даже я не знаю как это на голову натянуть есть какая-то человечность и не знаю так что ваша жизнь это фейк и и вот скоро откроются дверьки и будут заходить люди да и люди такие какие-то ну я не знаю как сказать понимающие мы говорим вот пожалуйста присаживайтесь те кто тут будет кушать сервированный стол они это нет не надо чего мы будем вымазывать ну вот вот тут вот пожалуйста нет не надо говорю мне муж как бы это дело нет 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 не надо и никто не садится эры маренью сильнее давай герба убираем это зачем она нет а вдруг кто-то придет кто впервые и и сядет еще хочу вас предупредить вот пока есть минутка я читаю комментарии нету времени просто отвечать но когда я прочитаю ваш комментарий я ставлю сердечко чтобы вы знали некогда вот напечатать я думаю что вы на меня не обидитесь но я читаю и марьяне васильевне читаю ваши комментарии она говорит какие они у тебя клёвые я кажу в мене все клёвые а кто не клёвые да убам сделали кофе только что попили и смотрите вот так вот марьяна васильевна хлеб печет и те кто будут не тут кушать вот так вот по фасовали по вот таким вот штучкам тоже приготовили те кто будет с собой брать кофе кстати вкусным так марьяна говорит тань пойди глянь чё там если люди потому что без 15 час не еще нет людей еще пока нет людей а иногда бывает в это время уже очередь стоит но сегодня нет начинаем открываем ресторанчик там уже и без музыки марьян вот пришла женщина марьян и говорит дала вот этот судочек и говорит нам на двоих а тут и борщ и все я думаю справимся да ну я не знаю она дала судочек и говорит нам на двоих люди приходят вы знаете много разных таких историй рассказывают вот ожидают да все будет украина все будет добре люди с собой берут складываем в пакет и не все тут едят поэтому сейчас относим не обращайте внимание на мой внешний вид еще 15 минут осталось уже конечно устали но это приятная усталость знаете поражают наши люди которые заходят сегодня вот пришла женщина и один с собой это я соседу беру а вы кушать будете она я раньше тут ела я же только второй день сегодня я ее не помню а я раньше ела но сейчас я подзарабатываю я могу себе приготовить а соседу у меня не хватает пока денег готовить а я только соседу я подхожу и говорю марьяна васильевна вот так вот так она а я поняла кто это пришел да я говорю вдячна вам за честность она скажет ну а как как по-иншему я горжусь нашими людьми я в восторге чуть ли не забыла мне пишут Таня а куда сбрасывать денежку кто 10 гривен кто 20 это не принципиально оно как бы по чуть-чуть по чуть-чуть и сегодня допустим нормально так мы сметаны на эти деньги купили еще что-то вот и я не буду каждое видео это делать и вы знаете со дня моего канала мне не донатом никаких карточек у меня есть кстати кнопка спонсорство я ее не подключаю это не нужно а вот для этого дела я оставлю карточку на это последний раз будет закрепленном комментарии в моем если кто сможет ну по чуть-чуть и огромное вам спасибо да и вот и марьяна рассказывать я думаю что можно сказать тут у нее была подружка раньше они там чмоки чмоки прямо друг без друга не могли и марьяна тоже у себя в инстаграм пост выставляет что буду вдячна даже за килограмм картошки ну кто что как бы а то пишет марьян ты долго еще это херни будешь страдать она говорит и я понимаю что у меня уже у меня со мной рядом были вообще не те люди да еще сейчас люди заходят ноги уже гудят но ничего это приятная осталось есть пойду их встречать добрый день спасибо спасибо давайте дедушка говорит ты благовещенник ты завтра не сам уже рвать да это вы нам принесли да давайте я марьяне передам пока сейчас да так на сегодня уже все сейчас будем вытирать полы подметать вот и знаете о чем еще хочу сказать вам там супружеская пара которая заходила я вам показывала что ну вот недавно они поели картошку и мы давали компот в одноразовых стаканах и они в этот стаканчик складывают картошку у нас там щенки есть можно мы их покормим говорит мы тут не доедем я говорю ну может вам положить с собой он говорит нет нет не надо говорит и тут у вас говорит просто забываешь о том что война спасибо вам за уют говорит у вас играет легкая музыка ой не знаю это так здорово какие у нас классные люди дверки закрыли уже все и сегодня с марьяной говорили мы тут отпразднуем день победы это будет очень очень круто да марьяна васильевна мы тут победу будем отмечать да обязательно у меня уже сегодня день закончился сейчас возвращаюсь домой есть вопросы на которые я вам отвечу поэтому опять как всегда уставшая но счастливая очень приятно что многие говорят мы приходим в ваш ресторан ну марьяне васильевне говорит и мы забываем о том что сейчас война тут у вас так спокойно уютно и вкусно класс знаете из-за вот этой вот суеты я забываю что я говорила что я не говорила потому что перебежками быстро быстро и про вас же помню вам сказать все показать был такой вопрос а кому можно еще прийти как бы в этот ресторан поесть ну всем нуждающимся пожалуйста там марьяна васильевна не спрашивают ни вашу декларацию о доходах ничего если вы пришли она к вам просто подходит говорит что ну сколько порций сколько всего и потом вы кушаете или с собой берете поэтому пожалуйста приходите правда с каждым днем все больше и больше людей мы больше и больше устаем и кто хочет прийти просто помочь картошку почистить там не знаю посуду помыть вечером прийти в зале поубирать потому что мы это все делаем пожалуйста мы от помощи не откажемся от физической помощи сегодня еще одна девочка была Катя с ней познакомилась вчера в кофейне я тоже ей сказала она ой можно придумать сегодня моя Катюха не приходила она занимается своими делами кушать готовит в квартире убирает вот я захожу на этого Катина мама говорю да она ой хорошо что я вчера с вашей Катей познакомилась в кофейне она говорит и тоже сегодня пришла поэтому чем больше людей тем больше накормим правда забыла сказать она еще со всеми разговаривает спрашивает ихнюю историю то есть она понимает кто к ней приходит а сегодня пришла одна пожилая пара и муж говорит я буду здесь а жена говорит а мне дайте пожалуйста с собой я говорю Марьян странно я говорю как то получается она говорит это с Харькова люди и она забыла свои зубы дома и тут не удобно кушать поэтому муж кушает здесь а она берет с собой туда домой поесть поэтому это нормально это люди с Харькова она знает каждую историю там дедушка старенький приходил вчера я ему то пакет давала он с какого-то села под Черниговом которая оккупирована вылетела с головы название села не важно и значит они с бабушкой поехали в Черников когда это было когда началась война ну их начали там бомбить а в Чернигове тоже не айс и они потом а и он в Киев уже приехал сам бабушку похоронил в Чернигове знаете столько историй которых ну мне некогда с людьми разговаривать а Марьяна она уже недели полторы работает и когда вот первые люди стали приходить она с ними общалась кто откуда поэтому такие вот истории есть и если и ещё в Киеве